Я хочу вам представить Надежду Шевченко. Надя наш гость из будущего, потому что Надя живет в городе Находка, в Приморском крае, и сейчас у нее уже 2 часа ночи, 31 октября. Надежда имеет в сетевом маркетинге опыт 16 лет. Она настоящий профессионал в индустрии сетевого маркетинга, и коллеги ее называют «моментальный спонсор». В чем вы сегодня убедитесь? Надежда с огромной скоростью качественно строит свой MLM бизнес. Надя училась у таких известных людей с мировым именем, как Джим Рон, Пол Зен Пинза. Джим Рон, вы, конечно, его все знаете. Это американский оратор, бизнес-тренер, автор многочисленных книг по психологии, посвященных личностному развитию и достижению успеха в бизнесе, в жизни. В течение более 40 лет Рон выступал по всему миру с лекциями и семинарами по совершенствованию, психологии успеха и искусству прямых продаж. Множество сказаний существует о том, как привлечь людей в свой бизнес. Но каждый день мы остаемся один на один со своими вопросами и со своим бизнесом. Так как же реально работает этот механизм? Какие именно простые действия служат заветным залогом успеха? Обретите знания и надежду. Придет для моментального решения именно ваших планов и целей в жизни. Просто надежда и просто для вас с любовью. Только потому, что вы достойны. Сегодня будут затронуты актуальные вопросы, актуальные темы, как механизм привлечения бизнес-партнеров и четкое понимание, как просто он работает. Пошаговая схема. Самые разные ситуации. Практика приглашений. Конкретные действия, позволяющие достигать желания человека быть вашим клиентом или дистрибьютором. Структура презентации и разработка модели презентации. Конечно, это все будет в сокращенном варианте. Мы не имеем так много возможностей и времени. А сейчас я хочу передать слово Надежде Шевченко. Надя, я даю вам слово. Ребята, как меня слышно? Мы остановились на том, что после того, как вы понимаете, кто вы, для чего и нужен этот бизнес, потому что бизнес – это инструмент. Вы должны точно понимать, что та компания, в которую вы приходите, не переживайте про звук. Я повторяю все сначала. Никто ничего не упустит. И более того, у вас будет возможность обратиться к Ларисе и на многие вопросы получить ответы. То, о чем мы сегодня не успеем затронуть. Я полагаю, что ищущий всегда обрящет. Продолжаем наш тренинг, и я перехожу к тому, что называется пошаговой схемой. Строя любой бизнес, любой человек должен понимать, что все законы и все процессы, происходящие в жизни, они одинаковы. У всех одна и та же схема. Один и тот же расклад. Если вы специалист какой-то области, неважно, домохозяйка ли вы, умеете хорошо готовить, или вы умеете что-то делать своими руками, или вы просто первоклассный водитель, или вы хороший строитель, вы точно понимаете всегда, с чего вы начинаете свое дело, что делаете впоследствии, какие действия и движения, какие у вас промещенные этапы, и какой результат вы достигаете. Точно так же, в пошаговой схеме получения результата в вашем MLM бизнесе, вам нужно понимать и приводить себе и своим дистрибьюторам примеры, которые есть в вашей жизни. Говорите понятным языком с самим собой и таким же понятным языком с теми людьми, с которыми вы общаетесь. Давайте рассмотрим пошаговую схему и постановку ваших задач, точно так же, как строитель ставит себе задачи для того, чтобы возвести здание. В частности, вы сейчас в мыслях и в своей голове возводите здание своего дела, своего бизнеса. Итак, первый шаг, который вы начинаете делать, это постановка цели. Для многих людей, с которыми я сталкивалась за 16 лет, это был огромный краеугольный камень. Не потому, что люди глупые, не потому, что люди чего-то недопонимают, только лишь потому, что люди немного не с той стороны смотрят на постановку цели. Все всегда пытаются поставить себе какую-то огромную цель, не привязанную к ним. Я еще раз подчеркну, что значит поставить цель. Цель – это то, чего ваше сердце и чего вы хотите больше всего в жизни. Вы, может быть, будете удивлены и спросите, как это связано будет с моим бизнесом, очень напрямую. Только желание вашего сердца будет поднимать вас утром с постели и заставлять двигаться навстречу вашей жизни и навстречу вашим новым дистрибьюторам и вашим свершениям. Мы с Ларисой немного разговаривали накануне, и она рассказала, что у вас есть замечательная женщина из города Читы, которая великолепно сейчас строит свой бизнес. Я очень порадовалась за нее. И здесь, как говорил мой любимый учитель Джим Ро, бывают две причины, которые заставляют человека двигаться. Это либо жгучее желание, та цель, та мечта, которая им двигает, либо какие-то проблемы или вынужденные ограничения, которые точно так же не дают человеку спать по утрам, по вечерам, по ночам. Человек постоянно обдумывает план своих действий, он совершает их и тем самым приближается к закрытию своих вопросов. И не важно, что это. Ваши долги, ваши какие-то личностные проблемы, ваши болезни или ваши тараканы в голове – все имеет один корень. Это ваше желание, ваша поставленная цель и четко спланированные действия. Точно так же, как при строительстве здания, вам нужно иметь первое – это идею. Например, мне задают такой вопрос. Надежда, вы понимаете, у меня идея нематериальная. Я, например, не хочу автомобиль, я не хочу яхту, дом или еще что-то. Я хочу, чтобы рядом был спутник жизни очень хороший. Я хочу, чтобы этот человек меня любил, я его любила. Я улыбаюсь и говорю, ребята, самое интересное, что любая мечта и любая цель вашей жизни, даже, казалось бы, нематериальная, она имеет денежный эквивалент. Оно имеет под собой финансовую структуру. Скажите, пожалуйста, они улыбаются сначала, и я их спрашиваю. Ребята, скажите мне такую вещь. Если вы хотите, чтобы рядом с вами, например, был такой-то, такой-то спутник жизни, вы описываете его характеристики. Скажите, пожалуйста, каким человеком должен быть ты сам, чтобы такой спутник жизни захотел с тобой быть – это первое. второе – был с тобой, и третье – никуда не стремился от тебя уйти. Скажите, пожалуйста, сядьте, напишите на листе те качества и те возможности, которыми вы должны обладать, и то, что вы должны иметь, чтобы этот человек был рядом с вами. Скажите мне, на достижение этих целей потребуются финансы? На ваше обучение, на ваш красивый гневит, на вашу хорошую физическую форму, на ваше великолепное состояние. Вы должны понимать, что если вы бедны, если вы больны, если у вас есть проблемы, то в первую очередь вы должны заняться собой любимым. вы должны построить свою цель. В первую очередь избавиться от вещей, которые я перечислила, и второе – жить так, как вы желаете, жить там, где вы хотите, и жить с теми людьми, и общаться с теми людьми, которые будут вам приятны, и с которыми вы будете получать наслаждение в этой жизни. Самое главное, что после того, как вы обретаете идею или замысел, получить что-то материальное или нематериальное в этой жизни, возникает вторая вещь, второй шаг – это поиск образа. По-русски говоря, это проект, то, что вы хотите достичь. Только когда вы имеете проект, например, построение здания, вы понимаете, что вам нужно определить сумму затрат, сколько потребуется для того, чтобы это здание было выстроено, что нужно для того, чтобы вы достигли в бизнесе той или иной квалификации, выполнили то или иное условие и задачу, для того, чтобы вы свою цель, свою мечту, свою задачу воплотили в жизнь. Любая даже нематериальная мечта, я напоминаю об этом, имеет финансовое выражение. И те люди, которые говорят о том, что все в жизни не стоит денег, настоящее истинное хорошее, еще раз говорю, буду жесткой. Они ошибаются. Все в жизни стоит денег. И это нормально. Если вы любите человека, девушку, и хотите подарить ей цветы, купить великолепный торт, вам потребуются деньги для того, чтобы выразить свои чувства, выразить свои желания. Даже если вы будете сильно сопротивляться и объяснять, что торт вы можете приготовить своими руками, я улыбнусь и скажу, что вам придется купить продукты для этого торта. Вам придется иметь инструменты для того, чтобы его изготовить. Таким, чтобы он был аппетитным, красивым. Поэтому для всего нужны финансы. И это вы должны четко понимать. Поэтому четвертый шаг возникает. Это выбор правильного плана действий. И, соответственно, исполнителей, которые будут его исполнять. У многих людей есть грандиозные планы. У многих людей есть желание выполнять действия. Но, к сожалению, как волны о борт корабля, разбиваются все мечты в дребезги. Я говорю, есть две вещи. Есть мечта и есть иллюзия. Мечта – это когда человек чего-то хочет, двигается к своей цели, совершает действия, и, в конце концов, рано или поздно, достигает мечты. Иллюзия – это когда человек надеется на Господа Бога, в лучшем случае, на своих спонсоров, на компанию, на то, что вдруг повезет, или вдруг я немножко поленюсь на диванчике или займусь какими-то делами, а потом совершу какие-то действия, и все случится, квалификации закроются, я получу дедушку, я продвинусь в бизнесе, получу признание и успех. Так не бывает. Без действий ваша мечта превращается в одну секунду в иллюзию. Даже не нужно щелчка пальцами. Иллюзии – терк крах. Иллюзии приводят людей в никуда, в пустоту. И я не хочу, чтобы вы двигались по этому пути. Но для этого вам нужно будет очень трезво подходить к себе и оценивать те действия и движения, которые вы совершаете. Следующий шаг, который встает после того, как вы определили сумму затрат, после того, как вы выбрали план действий и поняли, что вам нужны определенные люди, которые умеют это строить, либо набрать тех строителей, которые будут обучаться и в процессе будут выполнять это строительство. А вы помните, мы строим здание вашего мечты, вашего бизнеса. Поэтому пятое – это всегда шаг в закупке материалов. В сетевом бизнесе закупка материалов – это, первое, ваш вход в бизнес. Мне очень смешно, когда многие люди говорят, что в наш бизнес можно зайти, ничего не вкладывая. Ребята, нельзя что-то приобрести, ничего не отдав взамен. Кроме того, что вы будете входить в бизнес, вам обязательно нужно иметь инструментарий для ведения этого бизнеса. Вам элементарно нужно будет иметь инструменты для работы в этом бизнесе. Для кого-то это будет компьютер, ноутбук. Для кого-то это выход, покупка трафика, интернета. Для кого-то это работа в социальных сетях. Для кого-то это создание блога и так далее, и так далее. Это все требует затрат, включая самую важную затрату в нашей жизни. Есть два эквивалента, которые одинаково даются и богатым, и бедным людям. Два ресурса, которые есть у каждого человека. Первый ресурс – это ваше время жизни. Вы родились и у всех 24 часа в сутки. И все когда-то будут на кладбище. Как шутил Джим Рон, есть единственная стопроцентная гарантия в жизни, что рано или поздно все будут на кладбище. Поэтому не стоит переживать по этому поводу. Но нужно понимать, что каждый день 24 часа – это ваш банковский кредит, который вам выдается в качестве времени. Это деньги. И от того, насколько эффективно вы в течение суток распорядились этим добром, этими финансами в временном эквиваленте. получается, что вы можете рисковать, вы можете вкладывать, инвестировать, вы можете работать с этой категорией. Есть очень интересная особенность. Каждое утро ваш банковский счет в качестве времени будет восполнен на 100%. Если что-то у вас не получилось, следующим утром вы можете начать все сначала. Можете начать с нуля, с самого себя. И снова попытаться вашими финансами 24 часами пользоваться грамотно, правильно и очень эффективно использовать их по сравнению с предыдущим днем. В этом и есть привлекательность сетевого бизнеса. Вы каждый божий день можете начинать любые действия, которые вы примете решение сделать, и придете в внутреннее согласие с собой и двинетесь навстречу этим действиям. После того, как у вас появились материалы, когда у вас появились инструменты для того, чтобы выходить в этот бизнес, я хочу, чтобы вы поняли еще один очень важный инструмент. Это ваши спонсоры-наставники, которые пришли в бизнес немного раньше вас. Это потрясающий инструмент, и те люди, которые понимают сразу о его эффективности, стараются использовать его на 100, на 200, на 300, на 500 процентов и постоянно достают своих наставников. Выше стоящих, еще выше стоящих, еще выше стоящих, тех людей, которые лидерами в компании. Они слушают, подмечают, записывают и делают те же самые системы действий, которые приняты, из-за которых ваша компания оплачивает деньги. Мы перешли к шестому шагу. Это руководство и проверка этапов строительства. Так вот, скажу вам следующее. Если на стройке нет генерального заказчика, если нет генерального подрядчика, в вашем случае это спонсор-наставник, значит, у вас будет, как в той песне, полет с одним крылом, или лодка с одним веслом. Те, кто садились в лодку, знают, что если работать одним веслом, привлечение клиентов или привлечение дистрибьюторов, лодка будет крутиться на одном месте по кругу. Неважно, работаете ли вы только с построением организации, либо вы работаете с потребителем, которые покупают вашу продукт или вашу... Микрофон. Еще раз повторю. Два весла. Первое – это продукт или услуга вашей компании. И второе – построение вашей организации, вашего бизнеса. Вы когда-нибудь задумывались, почему за границей люди строят очень успешные, как я говорю, долгоиграющие системы бизнеса и долгосуществующие. Только по одной причине. Люди создают рабочие системы. Рабочая система – это когда вы получаете деньги в компании, и те люди, которые находятся в вашем группе, в вашей группе тоже имеют финансы. Как удержать людей? Как привлечь в бизнес партнеров? Почему я рассказываю очень подробно об этих шагах? Потому что именно финансы привлекают людей в любое дело и в любой бизнес. И если у вас в группе не будет движения денег, если вы их не будете получать и ощущать физически, и материализовать их в какие-либо вещи в своей жизни, то ничего не получится. Ваша мечта станет иллюзией. И поэтому я еще раз говорю о руководстве. Вы должны точно понимать, за что в вашей компании платят деньги. Возьмите листок бумаги, возьмите самый даже плохо отточенный карандаш. Сядьте и напишите. Поймите очень точно, какие действия пошагово нужно в вашей компании предпринимать вам одному или с группой товарищей, чтобы вы от этого моментально получали деньги. Вот тогда ваши шаги будут эрактивны. Вот тогда вы точно будете понимать, как я смею, что вы полезный зверек для вашей компании, и компания за правильные шаги вас тренирует и награждает финансами. Вы полезный человечек для ваших близких. Это те люди, которые дистрибьюторы работают с вами. Они тоже делают правильные шаги и очень правильно и быстро получают деньги. И вы постигнете тайну привлечения и удержания людей. Следующее, что вам нужно понимать, это седьмой шаг. Это сдача объекта. То есть квалификация или та ступень, которую вы решили достичь, четко поставили себе систему действий, срок обязательно, потому что любое строительство, любое действие без срока – это иллюзия. Вы должны точно знать в своей жизни, когда ваш день рождения. И я уверяю вас, вы никогда не забудете эту дату. И вы начнете к ней готовиться заранее, если вы хотите провести ее с пользой, с радостью и наслаждением для себя. Так вот, ваши квалификации, ваши успехи в бизнесе, ваши достижения должны быть вторым, третьим, четвертым, пятым днем рождения в вашей жизни, которые вы будете себе назначать и устанавливать по вашему желанию. Вы должны понимать, что вы планируете праздники своей жизни. Вы хозяин этого строительства. Вы точно понимаете, что вы работник, который это создает. Вы прораб, вы дистрибьютор, вы все в одном лице. Вас никто не будет заставлять двигаться, строить ваш бизнес. Ваши... Вы сами будете подниматься утром и совершать действия. Если вы болеете ленью или болезнью близорукостью, как я смеюсь, это тот, кто не видит дальше собственного носа, просто не обманывайте себя и тех людей, которых вы пытаетесь привлечь в этот бизнес. Честно скажите себе, что я не готов работать, я не готов учиться, а учиться вам придется каждый день, учиться вам придется всю оставшуюся жизнь, потому что каждый человек на нашем пути, каждая ситуация, с которой мы сталкиваемся, каждый час, это учителя. И мы черпаем опыт. Порой это стоит больших денег, порой это приходит легко, но все зависит от того, куда вы двигаетесь. И когда вы сдаете объект, то есть сдаете свою квалификацию, или получаете ее, или нет, вот здесь, как говорил Джим, наступает время сбора урожая. Если вы поработали не очень хорошо или неэффективно, и ваш урожай маленький, или финансы, которые вы заработали в компании, не такие большие, порадуйтесь тому урожаю, который вы смогли создать, который вы смогли вырасти. Даже если это всего лишь один цветок, в вашем цветочном горшке на подоконнике, если это небольшие финансы, радуйтесь этому. Вы постигли тайну, как совершить действия, за которые приходят финансы. И от количества этих действий вы сможете увеличить пропорционально количество финансов, которых вы нуждаетесь, или которые вам необходимы для осуществления. Все имеет один и тот же цикл, одни и те же шаги, и один и тот же механизм жизни. Но если ваш урожай большой, если вы сделали действия очень эффективные, с огромной радостью и с огромным праздником, принимайте этот урожай, принимайте эти финансы, делитесь этими знаниями с теми людьми, которые рядом с вами. Но здесь я хочу вас предостеречь от ошибки, которую я в свое время совершала в сетевом бизнесе, и которую совершали многие люди в других компаниях. Мои спонсоры-наставники как-то научили меня одной хорошей мудрости. Они сказали, «Надежда, ты должна понимать, что у тебя должно быть свое собственное личное поле, твоя организация и те люди, с которыми ты лично работаешь, твоя команда. И если ты возделаешь свое собственное поле, то на этом поле будет урожай. Да, сначала вы посадите свои семена в землю. Сначала будет время и пора весны. Вы будете поливать, вы будете ухаживать. По мере того, как ваши ростки будут подниматься, будут прилетать люди, которые захотят его затоптать. Кто-то захочет склевать, будут прилетать вороны, которые будут клевать и говорить вам, что все плохо, у вас не получится. или вы будете выходить каждый день делать действия и вы не будете видеть результативности. И вот эти вороны, ваши мысли, нехорошие, плохие, будут также клевать вас и говорить о том, что у вас ничего не получится и не вырастет. Это все бред и вы должны сразу же это откинуть. Вы должны понимать, что только вы принимаете и создаете обстоятельства в вашей жизни. Не бывает так, чтобы ситуации происходили сами по себе. Вы всегда инициатор этих всех состояний. Даже если произошла проблема, посмотрите, где неправильно вы отреагировали на какие-то действия или где вы промедлили и их не совершили. Поэтому, когда приходит время сбора урожая с дачи объекта в вашем строительстве, вы должны очень объективны. И вот здесь ваши наставники, ваши спонсоры всегда готовы прийти на помощь и, как я говорю, сделать разбор полета, разобрать по косточкам, что вы делаете, какие действия, где вы поступили правильно, где вы просто сделали немного не так. И вот тогда вы можете еще эффективнее начинать двигаться. Но если ваша цель достигнута, вы получили квалификацию, получили финансы, я спешу вас обрадовать, может быть, кого-то разочаровать. Ваша идея, ваша мечта на этом не закончилась. Даже если вы ее исполнили, купили автомобиль, который хотели, дорогую, хорошую шубу, вывезли своих родственников и близких за границу, дали им посмотреть широкими глазами на великолепнейший мир вокруг. Если вы смогли просто содержать свою семью достойно, чтобы вы не нуждались, то здесь наступает новый шаг, восьмой. Это постановка и реализация следующей цели, следующего этапа в вашем бизнесе, в вашей квалификации. Это то, зачем вы шагаете дальше. Я неоднократно терзала Джима, я неоднократно терзала своих спонсоров, всех тех людей, которых встречала на тренингах в Европе, выезжая за границу, я подходила и задавала им всегда один и тот же вопрос. Откуда вы черпаете свое вдохновение и что является для вас источником, который вас поднимает и заставляет двигаться дальше? Почему я задавала этот вопрос? Потому что меня всегда интересовало. Как могут люди, не нуждающиеся в своей жизни, имеющие достойное существование и хорошие финансы, двигаться дальше? Что ими движет? Какие цели у них возникают дальше? И люди отвечали, когда у тебя появляется хороший доход, ты можешь позволить себе первое содержать себя, выполнять свои желания. После того, как ты можешь полностью свои потребности закрыть, только после этого ты можешь начинать помогать людям. когда я сопротивлялась по молодости и неопытности своей и говорила о том, что ну как же так, мы должны помогать людям. Эти наставники улыбались, обнимали меня, кто-то прижимал к своей груди, они улыбались и говорили, некоторые гладили по голове и говорили, ты знаешь, ты не можешь никому помочь, если ты не помогла себе самой. если у тебя все хорошо, значит у твоих близких тоже все будет хорошо. Если у тебя все плохо, ты помогаешь близким или помогаешь посторонним людям, извините, но это гордыня. Я возражала и говорила, что нет, это не так, я из чистых побуждений хочу помочь другим людям. Они улыбались, брали меня за руку и говорили мне о том, что смотри, ты можешь взять своего дистрибьютора и показать ему, что нужно сделать, чтобы он смог не только повторить, что сделала ты, но и пойти дальше тебя, пойти выше тебя, не потому, что он умный или не потому, что ты глупая, а потому, что человек потратит больше усилий или больше затерзает своих спонсоров-наставников или его мечта такая сильная и так им движет или какие-то плохие обстоятельства своего жизни просто заставляет его подниматься утром и ради того, чтобы его семья вышла двигаться вперед. Тогда я начала понимать, что да, действительно, я должна хорошо кушать, я должна хорошо выглядеть, я должна иметь финансы свои собственные. Только тогда я смогу быть полезна. сейчас мы перейдем как раз к тому, чтобы рассмотреть самые разные ситуации, которые возникают у вас на пути привлечения людей в бизнес. Вы зачастую слышите, что многие люди говорят о том, что я не могу приглашать людей или я приглашаю, на меня выходят в социальных сетях одни сетевики, которыми прут люди везде. Кто-то говорит о том, что люди не хотят в сетевой бизнес. Так вот, хочу сказать сразу две вещи. Первое. Вам не должно дело до всех этих оправданий и высказываний. Для вас их с этого момента не существует. Забудьте про то, что вы слышите. Забудьте про те вещи, которые подобного характера вкладываются в вашу голову или вашим подсознанием и сознанием или теми людьми, которые находятся рядом с вами. Не слушайте сказки своих клиентов и своих дистрибьюторов. Вам нет дела до этих всех оправданий. Почему? Вы должны понимать, что сетевой бизнес, он точно такой же бизнес. И вы выходите каждое утро, как я смеюсь, на тропу охоты, не войны. Вам не надо воевать с этим миром. Господь Бог одарил всех равными возможностями и дал всего в избытке. У всех есть свое место под солнцем. Так вот, когда вы поднимаетесь утром, вы четко понимаете, что вы идете в поиске того самого человека, который готов, первое, вас слышать, второе, готов что-то менять в своей жизни, и третье, обязательно готов производить действия. Если не происходит этих трех моментов, просто улыбнитесь, поблагодарите человека за то, что он сегодня с вами общался, он оказался для вас сегодня играющим тренером, поблагодарите ситуацию сегодняшний день за то, что вы живы, слава Богу, здоровы и знаете, что вы двигаетесь в цели, продолжайте идти к следующему человеку, к следующему, к следующему. Сетевой бизнес – это бизнес отбора, это бизнес отбора отборнейших людей, тех людей, которые необходимы вам для построения вашей команды, команды вашей мечты, тех людей, которые понимают, что они пришли в этот бизнес осуществить свою мечту, и только в команде, только благодаря инструментам вашей компании, маркетинг-плану и продуманным четким действиям, они могут свою мечту и рядом осуществляться те же мечты, которые хотят люди рядом. Понимаете, вы можете двигаться, и все, что происходит вокруг, это всего лишь навсего, как вот в поездке за окном автобуса или автомобиля пролетают столбы, пролетают деревья, города и так далее, но вы продолжаете свое движение. Вами движет ваша цель с самого раннего утра до самого позднего вечера. Соответственно, ситуации в вашей жизни это те ситуации, которые вы готовы создавать, готовы принимать или не принимать, но это решаете вы. если человек вас не слышит, если человек не хочет ничего предпринимать в своей жизни или не готов делать шаги, оставьте этого человека в покое. Вы должны понимать, что ваша жизнь и ваше время, 24 часа, о которых я говорила, настолько ценны лично для вас, лично для ваших родных и близких, что у вас нет никакого права для себя и перед собой, слушать любой бред, который будет происходить вокруг вас. Вы должны точно понимать, что ситуации в жизни будут разные, но вы остаетесь неизменно верными своей цели. И только от той скорости, с которой будут приходить финансы в вашу жизнь, и будет тем результатом и тем, как я говорю, образцово-показательным уроком в жизни, которые люди увидят и захотят повторить или не захотят. Вы знаете, очень хороший пример в жизни такой ситуации мне привел один из великолепнейших мотиваторов. Он сказал о том, что вы знаете, я сажусь в самолет, улетаю в какую-либо часть света давать тренинг, я говорю сейчас о Рэнде Гейджа, и дело в том, что не все люди идут в со мной команду. Я недоуменно задала вопрос, как? Сказал, я точно такой же человек, как и ты. И мне точно так же люди отказывают. Люди имеют на это право. Люди могут быть просто не готовы. Люди могут находиться в той самой части своей жизни, когда у них есть несчастных 100 или 500 долларов, и их страх потерять больше желания приобрести. Запомните это сразу. Если вы видите и слышите, что человек подвержен страху потерять то, что у него есть и не готов приобретать новое, не надо тратить свое время, не надо тратить усилия своих спонсоров. Это бесполезно. Вы не Господь Бог, чтобы менять людей. Поэтому переходите к практике конкретных приглашений. Здесь, когда я рассказываю о практике, я говорю, ребят, вы должны понять очень просто две категории людей, с которыми вам предстоит работать. И неважно, где это происходит. В вашем блоге, или это происходит в социальных сетях, или вы делаете индивидуальную рассылку адресную, или вы разговариваете с живыми людьми, или вы стоите на сцене и говорите перед или малой аудиторией. Все одинаково. Есть две категории в сетевом деле. Это пчелы и бабочки. И от того, насколько точно, быстро и четко вы поймете, что есть две категории, и вы просто видите сразу, кто перед вами, и выбираете правильную тактику и практику приглашений, настолько эффективно вы сможете привлекать бизнес-партнеров. если вы видите, что перед вами клиент, который хочет получить продукт или услугу вашей компании, это бабочка, которая шает нектар, и которая берет его для того, чтобы быть красивой, получить какое-то для себя наслаждение или пользу, и на этом функция бабочки для вас заканчивается. Вы можете дружить с такими бабочками, вы можете радоваться, что они есть, вы можете получать наслаждение, но бабочки никогда не будут заниматься построением сети. Их жизненные цели другие, их задачи совершенно другие, они созданы для другого. Глупость трекозу, которая плясала, заставляла веник. Поэтому вас интересует в качестве привлечения в бизнес партнеров те самые рабочие трудовые пчелы. Так вот здесь происходит следующая вещь. Вы должны понимать, что если перед вами адекватный человек, вы очень быстро и очень просто с ним сможете разговаривать. Зачем живет пчела? Чтобы добывать нектар, пыльцу и создавать из нее мед. Мед это финансы. Пчелы объединяются в семье, в команды. Пчелы стоят улей или гнезда, для того, чтобы было легче жить и правильно действовать. И вместе всегда, как я смеюсь, легче и сломал вату закатать. Поэтому всегда вместе строить проще и эффективнее. Или работает один человек с лопатой, или работает целая бригада экскаваторов и еще группа людей разных специальностей. Поэтому, если вы ищете пчел, то вы должны понимать, что трудни в бизнесе вам не нужны. Но хочу вас разочаровать, они будут. Зачастую мы сами превращаемся в трудни. Когда мы приходим в бизнес, настраиваем себя на то, что мы готовы работать, но по разному роду причин не двигаемся, не совершаем действия. Мы не имеем финансов, мы не делаем самую главную работу, которая нужна дистрибьютору, мы перестаем приводить на презентации новых людей. И если вы на презентацию, на мощнейший инструмент не привели человека, то вы сидите просто хлопаете глазками на этой презентации, вам абсолютно неинтересно слушать все, что происходит в комнате. Почему? Она для вас не нова. Когда у вас сидит новый человек, вы настолько хотите, чтобы он все понял, услышал и принял, вы настолько после презентации с ним постараетесь поговорить и совершить действия, чтобы он очень быстро и эффективно сработал и моментально получил свои результаты. Тогда каждая презентация для вас это не просто мероприятие с галочкой, а это мероприятие, которое позволяет вам эффективно в одной точке времени за 24 часа в какие-то сутки в неделю привести людей, которые услышат, увидят, попробуют, понюкают и потрогают ваш бизнес. Не только от вас, а от тех лидеров и профессионалов, которые могут это делать классно. Используйте этот инструмент и не будьте труднями, которые думают о том, что на эту презентацию не привел человека, ничего страшного. Через презентацию не привел человека, ничего страшного. Для тех людей, которых вы не привели, да, ничего страшного нет. Для вас страшно то, что ваша мечта превратилась в иллюзию, и вы сели в глубокую серьезную яму, из которой очень трудно будет себя вытащить. Так вот, когда вы определились с челами, вы четко должны понимать, кто именно вам нужен, какие именно люди, что это за социальные группы, каких людей, в чем профессиональных вы хотите иметь. Это нормально. После этого вы определяете, где могут находиться эти люди, где бывают эти категории, в каких местах они тусуются, на каких блогах они сжают, да, в каких обсуждениях они участвуют, а дальше начинается самое главное. Вам нужно понять, какие есть мечты и задачи у этих людей в жизни. Если вы смогли найти мотив человека, который пришел зарабатывать деньги, если вы смогли с ним по-простому поговорить, или читая чей-то блог, или какие-либо высказывания в интернете, вы увидели, что человеку это понравилось, он нажал кнопочку «классно», вы понимаете, это мотив, который разделяет этот человек. Это то высказывание, которое открывает вам его сущность. Это тот ключик от его банковской ячейки, который позволяет вам безошибочно встать на путь общения с этим человеком на понятном ему языке. Вы уже точно знаете самое главное об этом человеке. Что движет его сердце? А дальше наступает следующий момент. Вы должны понимать, что практика и тактика ваша сейчас будет зависеть от того, насколько грамотно вы покажете им вашу возможность достичь его мечты. Вы помните, я говорила о том, что каждая мечта материальна. И если человек хочет куда-то двигаться, попробуйте просто поговорить с ним о жизни. Просто искренне разделите с ним то, что понравилось ему. Скажите, вы знаете, вам понравилось вот это высказывание, я разделяю с вами точку зрения. Вы знаете, я понимаю, что в жизни это действительно важно. Скажите, вы действительно чего-то хотите достичь, вы действительно это в жизни. Если человек говорит, да, мне это нравится, я этого хочу, спросите его, не о том, как прийти в вас в бизнес и как вы хотите дать ему презентацию, попросите его рассказать, что он уже предпринимал в своей жизни, какие действия, какие шаги, поступки и насколько он приблизился к своей мечте или к своему желанию. Вы знаете, люди очень охотно об этом рассказывают. Люди прекрасные собеседники, если вы задаете им правильные вопросы и готовы слышать их. Потом прокройте свой рот, прекратите говорить о том, о чем хочется рассказывать вам и задавайте наводящие вопросы, спрашивайте человека, искренне заинтересуйтесь тем, что его волнует. И после того, как вы поймете, что он хочет, скажите им о том, что вам было приятно с ним пообщаться. Я не знаю людей, которым неприятно общение, которым неприятно рассказывать о том, о чем они мечтают и то, чем живут. Вываливать на них всю информацию сразу. Скажите о том, что у вас есть для них очень интересные предложения. И если им это будет возможно и нужно, вы готовы встретиться с ними в следующий раз и очень кратко, очень быстро, в течение 15 минут дать им информацию, которая может быть позволит им приблизить их мечту в их жизни, в реальность. Просто обменяйтесь координатами, обменяйтесь телефонами, ссылками и так далее. И просто постарайтесь в следующий раз с ними пообщаться. Либо вы будете писать, либо вы будете говорить, либо вы пригласите на презентацию. Это совершенно не важно. Помните, я сказала о том, что вам важно найти рабочую пчелку. Человека, который первое вас услышит, второе которое хочет что-то менять в своей жизни и третье готов совершать действие. Если человек не совершает действия, не выходит на вас, в течение 24 часов напомните о себе, это нормально, это законы жизни. Сбросьте ему ссылочку или напоминание о встрече или спросите возможно ли с ним пообщаться завтра или послезавтра примерно в такое-то время. Есть масса способов, как вызвать человека на общение. Ваши спонсоры наставники вам расскажут об этом очень хорошо и очень точно, а не профессионалы в этом деле. Ваша задача в первое же общение просто назначить встречу. А вот на второй встрече вы можете также задавать наводящие вопросы и показать человеку очень точно, очень четко те шаги, которые он может предпринять и сколько за это заплатят. вот для этого вам тоже нужен листок бумаги, может быть помощь вашего спонсора наставника, может быть вы и ваш маркетинг план, для того, чтобы вы сели и прописали шаг за шагом, какие действия нужно совершить и сколько за это ваша компания заплатит. Когда вы это точно понимаете, вы это очень точно можете рассказать человеку. Я приведу вам сейчас пример. Происходит сделка. я приведу человеку приобрести большой объем дизельного топлива либо нефтепродуктов. Я говорю человеку о том, что есть такая возможность, условия следующие. Любой серьезный бизнесмен не будет очень долго рассказывать. Он говорит всегда очень точно, очень четко и конкретно по делу. Он не рассказывает о том, какая классная у нас компания. Он не рассказывает о том, какие классные у нас лидеры и дистрибьюторы. Он не рассказывает о том, как хорошо ездить за границу получать призы, подарки и так далее от фирмы. Он четко и ясно говорит, если тебе нужны финансы и ты готов совершить действия, я могу быть тебе полезным в том, что я покажу тебе, что нужно сделать и сколько ты за это получишь вознаграждения и в какие сроки. И если ты готов будешь после этого двигаться, мы с тобой сразу же начнем действовать. Помните, я говорила о том, что ваш банковский вклад 24 часа, он каждый день восполняется. Вторая встреча с человеком, который вы проводите по бизнесу, не повторится никогда. Она первая и последняя. И если вы очень точно показали человеку, что нужно сделать и как двигаться, единственный вопрос, который он может вам задать, он может сказать из опыта своей жизни и опыта работы могу вам пояснить. Он спросит о том, что я все понял, мне нужно просто подумать и посоветоваться. Не отпускайте человека советоваться с людьми, которые абсолютно ничего не понимают в том, о чем вы только что ему рассказали. Напрямую задайте вопрос. Вы хотите посоветоваться с людьми, которые вас окружают? Если у вас есть человек, который вместе с вами принимает финансовые решения, пожалуйста, я вас прошу, давайте вместе с вами и вместе с ним встретимся втроем в социальной сети или лично и мы поговорим. И я расскажу этому человеку ровно то, что рассказал вам. Не пытайтесь меня повторить. Вы не сможете передать информацию. Если вы человеку говорите о том, хорошо, идите посоветуйтесь, он идет советоваться. Он идет советоваться с теми людьми, которые являются абсолютно непрофессионалами, которые ничего не понимают из того, что он скажет, и вы теряете человека, еще не успев с ним связаться. Еще могут люди вам сказать о том, что мне недостаточно информации. Сразу же задавайте вопрос, что именно конкретно вам нужно объяснить снова? Или что именно вам непонятно? если человек начинает уходить от задачи и тех вопросов, которые его непонятно, сразу поймите, человек так вам отказывает. Просто скажите ему, чтобы он написал вопрос и сбросил и оставьте его как консерву, неоткрытую. в течение двух-трех суток вы на него выйдете. Сделайте, как я говорю, контрольный выстрел. И если не произойдет результата, просто оставите его в своем списке, рассылке или так далее. Только конкретные действия позволяют вам достигать результата. И вы должны убрать иллюзии. Только конкретные действия ваших дистрибьюторов позволяют им зарабатывать деньги и позволяют вам получать большее вознаграждение, большие чеки и в вашем бизнесе. Поэтому, когда вы знаете, что нужно делать с каждым конкретным человеком, вы четко будете двигаться. А вот здесь я еще раз повторю, я постоянно на всех тренингах говорю о том, что используйте опыт ваших спонсоров-наставников и лидеров вашей компании. Только они могут реально помочь вам в вашем бизнесе и реально показать шаги максимально эффективные, чтобы вы не были в пути, чтобы вы не занимались художественной самодеятельностью от слова худо. Изобретать велосипед можно тогда, когда вы имеете велосипед, имеете доход постоянный и можете спокойно крутить педали и что-то думать еще по пути. Но когда вы осваиваете бизнес, осваиваете новую квалификацию, берите опыт ваших спонсоров, опыт ваших лидеров. Почему они прошли этот путь? Они знают, как именно точно это правильно сделать и в какие сроки. И самое главное должны понимать, спонсор это тот человек, который кровно заинтересован в том, чтобы ваш бизнес преуспел, чтобы вы получили максимально больше. И не только потому, что их доход увеличится, а потому, что вы будете драгоценнейшим человечком для них. Вы будете тем самым человечком, который такая же рабочая пчелка, который точно так же зарабатывает мед и находится в точно таком же улее. У вас один улей на всю вашу семью. И не нужно быть там трудным. Второе это ваши действия, которые нужно делать именно вам. Поймите, даже самые лучшие спонсоры не смогут за вас делать эти шаги. Точно так же, как они не умеют дышать за вас, не умеют кушать за вас и совершать еще много разных действий за вас. Ваши действия это залог вашего продвижения к той задаче и к той результативности, которой вы хотите. Поэтому совершайте третью вещь. Просто разговаривайте с людьми, выходите на общение, выходите в блоги, скайп и так далее, смотрите, что хотят люди, на что они реагируют, к чему они призывают или к чему они присоединяются, и берите их тепленькими. Как построить структуру своей презентации или своего общения с этими людьми? Я буду очень кратко сейчас рассказывать некоторые моменты, потому что понимаю, что в одном тренинге невозможно охватить все. поэтому первое, что вам нужно понимать, строить структуру вашей презентации, это первое, как надо делать это в компании. Вы должны это точно понимать. В вашей компании есть готовые технологии. Еще раз повторяю, без художественной самодеятельности делайте точно шаг в шаг то, что делают у вас спонсоры, делают ваши компании, ваши лидеры. Я всегда не устаю приводить пример. Если вы идете по болоту и у человека впереди вас есть палка и он знает путь, и у вас есть палка ощупывать справа и слева, ваша задача идти шаг за шагом, след в след с вашим наставником или с лидером компании. Тогда у вас шаг очень быстро, очень точно пройти болото и провести своих людей, которые такие же грамотные, умные, идут с вами шаг в шаг. Если вы замечтались, открыли рот, засмотрелись и шаг в шаг не попали, вы потратите много времени, сил, усилий для того, чтобы найти потом то самое место, где ступала нога спонсора. Понимаете, вам как минимум в этом болоте нужно будет палкой впереди себя пощупать и найти дно, опору. На это уходит время, на это уходит финансы и это ваша жизнь. У вас нет такой роскоши. Вы пришли в бизнес и этот бизнес ваш и вы его строите. Обязательно со спонсорами отработайте по частям все ваши задачи. Вы не только работаете и совершаете действия, вы еще и учитесь. Это нормально. А ваши спонсоры это играющие тренеры, которые вместе с вами идут по этому болоту жизни, которые позволяют вам выйти из той ситуации, в которой вы находитесь в жизни, преодолеть и выйти на более лучшую ступень и уровень. Поэтому они вам подскажут третью вещь. Материалы, которые вам помогут. Используйте живые выступления людей, которые новички в вашем бизнесе, те, кто являются уже лидерами чего-то достигли. Это потрясающие инструменты. Это как гоночные автомобили, на которых вы можете садить людей и давать им возможность тренироваться на этих действующих рабочих машинах, которые ездят, которые не сидят на скамейке запасных. У вас нет тренажеров, у вас есть боевые, реальные условия задачи. Потому что вам каждый день нужно кушать, вам каждый день нужно содержать себя и свою семью, и вы в живых рабочих условиях достигаете результата. Следующая, четвертая вещь, которая вам нужна. Господа дистрибьюторы, я очень вас прошу, я даже иногда смесью говорю, я вас заклинаю на каждую презентацию приводите новых людей. Тогда каждая презентация будет для вас новой и результативной. Это будет то самое топливо, которое будет двигать автомобиль к вашей мечте. Это будет тот самый горючий материал, который не будет давать вам возможности сидеть и думать, что делать завтра. Когда у вас появляется новый дистрибьютор, у вас не возникает вопросов, что с ним делать. Вы понимаете, его нужно срочно обучить тем действиям и шагам, которые вы сделали, чтобы он появился. Соответственно, вы получаете денежку. Быстро, быстро, максимально быстро научите его сделать то же самое. Приведите нового дистрибьютора на презентацию, пройдите с ним тот же шаг, проверьте после этого, как прораб на своей стройке, а делает ли он то же самое со своими дистрибьюторами, а помогает ли он им, тогда ваши соты, ваши ульи будут плодиться и размножаться. Тогда вы будете уже заниматься тем, что вы будете подстраивать, подкручивать и структурировать свой бизнес. Это чуть-чуть более высокие результаты. Так вот, переходите к другому вопросу, к пятому, о том, что существуют разные модели презентации. Хочу сказать вам о том, что не открою Америке, что они бывают разные. Презентация один на один с человеком, презентация два на одна, когда вы вместе со своим спонсором разговариваете с человеком, презентация, когда группа людей в комнате, например, на вебинаре работает для других людей, которые пришли, когда вы находитесь в социальной сети и выходите на общение, когда вы в зале на сцене, я уже об этом говорила, перед большой или маленькой аудиторией. Это не важно. Модель презентации может быть любой. Только вы определите, какая вам подходит сегодня и должны понимать, что это точно так же, как одевать новую одежду, новое платье, новый галстук, новый тук, красивые часы или хорошее украшение. Модель презентации это то, что вам сегодня приятно и комфортно делать с той группой людей, на которую вы выходите. Вы должны понимать и помнить, что большие цели, которые вы ставите, это большая работа над собой и большая работа ежедневная для того, чтобы достичь и делать то, чего не делает большинство людей. Я не открою Америке, если напомню о том, что в сетевом бизнесе очень большие деньги получают те, кто готов делать то, что не делает большинство людей. Скажите, много людей выполняют работу дворника? Много могут это сделать. Это просто. Поэтому это оплачивается очень недорого. Скажите, много людей могут находиться на презентации или на вебинаре, как вы сейчас, потратить часть своей жизни для того, чтобы услышать вещи, которые они знают или какие-то вещи оценить, озвучить по-новому и просто подняться и двигаться. Тайна привлечения в бизнес партнеров состоит в том, что кто-то уже на эту презентацию, на этот вебинар пригласил новых людей, которые слушают сейчас меня, которые слышали вас и совершили действия и сегодня и завтра они преуспеют. Тайна состоит в том, что кто-то после этого тренинга позвонит своим людям или выйдет на какие-то социальные сети, независимо от того, сколько у него время. Интернет позволяет нам работать круглосуточно и совершит ряд действий, которые приблизят его к своим финансам и к своим мечтам, к их реализации. Кто-то проснется всего-тро утром и начнет какие-то совершать действия или мысли в порядок в голове приводить. Это тоже тайна. Никто не знает, кто, когда и во сколько придет к своим результатам и к своим целям, но вы берете ответственность за свою жизнь. Вы понимаете, что именно вы сегодня для себя любимого строите, делаете, зарабатываете и материализуете то, что вчера было ничем. Иногда на презентациях или тренингах я смеюсь и говорю о том, что, ребята, любая мысль материальна. Мне говорят, нет, многие мысли нематериальны. Я улыбаюсь и говорю, посмотрите вокруг себя. Все, что когда-то было вокруг вас, оно было мыслью. Шкаф, стол, стул и так далее, одежда, которую вы одеваете, они когда-то были чьи-то мысли. Благодаря действиям, вложенным средствам, силам, и возможностям, и материалам, это стало реальностью. И для вас это сейчас норма. Так вот, то, что вы делаете в своей жизни, тоже для вас объективная, существующая реальность. Может быть, пока в вашей голове ваш бизнес и ваше построение команды в вашей голове. Но нет никакого препятствия и нет ничего, чтобы помешало осуществить ту мысль и то желание, которое находится внутри вас. полный бред и полные сказки, если кто-то скажет о том, что человеческая мысль невозможна к ее осуществлению. А ваша компания, вы должны точно знать, это классный, мощный инструмент, который позволит вам в настоящее время, поверьте мне, за этот год я увидела столько мощныхся людей, я увидела столько людей в проблемах, которые готовы и хотят двигаться, которые готовы и хотят работать, которые находят время и силы на то, чтобы выходить в интернет, для того, чтобы искать новую работу. Даже люди, которых обманывают, которым не платят деньги, они все равно продолжают свои поиски. Я преклоняюсь перед вами, я уважаю каждого из вас, кто сегодня находится в этой комнате, я уважаю каждого дистрибьютора любой сетевой компании, потому что я считаю, что каждый из вас это рой, это реальный, настоящий человек, который совершает подвиг. Вы, как говорил Джим Рон, отделились от тех 90% бездельников и присоединились к тем самым 10%, которые реально хотят достичь чего-то в жизни и готовы совершать действия. Вы находитесь сегодня в этой комнате. Я благодарю вас за то, что вы все это время провели вместе со мной и с теми людьми, которые позволили осуществить это общение. Я буду очень счастлива, если я была полезна для вас хотя бы в малом. У меня не стоит дачи заставить вас пойти делать какие-то действия. Я не люблю мотивировать людей, которые пойдут и мотивированно сделают какие-то поступки. Я пытаюсь достучаться до каждого сердца. Я пытаюсь найти те возможности в каждом человеке, раскрыть те его качества классные, те лучшие стороны его и его жизни для того, чтобы он увидел себя другими глазами. Посмотрите на себя сегодня другими глазами. Полюбите себя. Простите себя за то, что вы сделали не так в этой жизни. Вот как можно больше в себе проявите нежности, заботы, просто счастья для того, чтобы вы поняли, вы самый ценный человек в этой жизни для себя. И только вы можете создать то, что вы захотите сделать. И в конце нашего тренинга я скажу вам очень важную вещь, которую я говорю себе каждый день, каждое Божье утро, когда просыпаюсь. Я говорю о том, что Надежда, ты самый лучший человечек, который есть в этой жизни. Ты отчьем всемогущего Бога. Ты венец его творения. И если Господь Бог смог совершить и создать вас, каждого, каждый, каждый из вас венец его творения. Самое лучшее, что было по замыслу его создано. Никто не может вам сказать, что это не так или что-то будет по-другому. Стойте на этом обетовании. Держитесь за него двумя руками, ногами, зубами, улыбками, всем, чем только можно. И понимайте о том, что вы божественный ребенок, вы венец творения, и вы можете все, что угодно. И все тайны, все возможности, которые дает Господь Бог своим царственным детям, у вас перед глазами. Идите и возьмите это. И не позволяйте никому украсть вашу мечту или украсть ваше настоящее или будущее. Живите настоящим, проживайте каждый момент своей жизни так, как будто он самый последний. Вы знаете, я могу сказать о том, что я благодарна Господу Богу, благодарна своим наставникам за те встречи, с теми людьми, которые я смогла пережить в этой жизни. Я была несказанно счастлива, когда Джим прилетел в Владивосток, когда он касался моих рук, когда он благодарил меня за то, что я оказала ему честь присутствовать на его тренинге, на его обучение. Я не понимала, как такой великий человек может благодарить меня за то, что я оказала ему такую честь. Я сегодня делаю то же самое, что делал мой наставник, мой любимый друг и великолепнейший человек Мрон. Я благодарю вас за то, что вы оказали мне сегодня огромную честь присутствовать в этой комнате, и вы стали теми самыми людьми, которые достойны самого просто идите теперь и делайте это. Я вас очень всех люблю, всех вам благ, м и м м м м м м Продолжение следует...